Закарпатскому чиновнику грозит до двух лет лишения свободы, а все из-за того, что он забыл задекларировать свой долг. Еще будучи бизнесменом, Ярослав Шукаль задолжал около полумиллиона гривен за потерю товара, но стал главой Великобрезнянского района. Денег не вернул, все подробности этой истории знает Марина Коваль. Это декларация председателя Великобрезнянского райсовета за 2016 год. В ней Ярослав Шукаль указал дом площадью 120 квадратов, несколько земельных участков и грузовых автомобилей и годовую зарплату почти 84 тысячи гривен. Но вот о долге в полмиллиона гривен ни слова. Местные активисты возмутились, как глава райсовета баллотировался в 2015 году и при этом скрыл огромные финансовые обязательства. Уже не бизнесмен, потому что он пришел на посаду, он имеет зарплату, ему надо 80 лет работать, сколько мы там зарабатывали, чтобы по 500 гривен вернуть. С Ярославом Шукалем нам удалось пообщаться по телефону. Он уверяет, что скрывать свои долги не собирался, а просто якобы не знал, что их нужно декларировать. Объясняет задолженность еще со времен, когда был предпринимателем, занимался перевозами товаров. Тогда, по дороге из Чехии в Киев, пропал груз стоимостью около 22 тысяч евро. И теперь суд из его зарплаты ежемесячно изымает по 500 гривен. Незнание закона от ответственности не освобождает, говорят в прокуратуре. Здесь за подачу чиновникам заведомо неправдивых данных начали уголовное производство. Голови районной ради поведомлено про подозру. Санкция данной статьи предпочитает, по крайней мере, штраф в размере от 2,5 тысячи до 3 тысяч, минимум, граждан, або избавление воли на 3 до 2 лет. Какое именно наказание понесет чиновник, будет решать суд. Но вот лишится ли он своей должности из-за скандала? Ответ на этот вопрос должны дать депутаты райсовета. Инна Томина, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.